Я хочу пригласить следующего докладчика. Это Леонид Гасан, партнер компании Бриджио. Тема выступления – акселерация как инструмент взрывного роста технологических продуктов. Коллеги, добрый день. Рад всех видеть на этом мероприятии. Хотелось бы начать со слов благодарности в адрес организаторов, потому что мы как акселератор, который работает в этой индустрии, достаточно низшего, и в принципе мы себя позиционируем как арберный акселератор. Мы понимаем, что такого рода мероприятий всегда не хватает. И самое главное – это сообщество комьюнити людей, которое строится вокруг этого. Поэтому хотелось бы видеть как можно больше и чаще такого рода мероприятий и принимать в них участие. Еще раз спасибо организаторам. Сегодня я бы хотел рассказать вам про то, как работают акселераторы, почему акселераторы – это один из основных и, по нашему мнению, первичный институт или субъект инновационной инфраструктуры, который необходим для поддержки развития продуктов технологических предпринимателей. И вот я попробую построить рассказ сегодня с учетом докладов предыдущего, потому что у нас есть пересечения, я обратил внимание на какие-то элементы программы, но тем будет интереснее это сравнить. В первую очередь надо разобраться с самим понятием, что же такое акселератор и какое место занимает в инновационной экосистеме. Ну, если обратиться к классическому источнику информации в виде Википедии, то под акселератором понимается, ну, понятие, оно включает в себя две вещи. В первую очередь это какое-либо учреждение, которое занимается поддержкой развития стартапов, и также под акселератором понимается программа интенсивного развития, построенная на работе с менторами, на обучении, на финансовой экспертной поддержке. Как правило, акселераторы работают в обмен на долю в капитале того стартапа, который они поддерживают. Это такая достаточно устоявшаяся бизнес-модель, она распространена во всем мире, ну, возможно, какие-то там смешанные формы сотрудничества. Почему акселераторы важны? Акселераторы являются, по нашему мнению, первичным звеном или первичным элементом цепочки, что нужно предпринимателю, потому что все начинается с идеи, все начинается с того, чтобы эту идею пойти на рынок и протестировать, поэтому акселераторы, ну, необходимы в первую очередь для того, чтобы стартап мог начинать свое развитие и уже в последующем получать свою поддержку, среди других участников инновационной экосистемы, как технологические кластеры, хабы, технопарки, и получать дополнительные возможности вот этого сотрудничества. Поэтому акселераторы по-хорошему должны развиваться и развиваться вместе с другими элементами экосистемы, и каждый из них приносит свою ленту в развитие, помощь предпринимателям в развитии технологических продуктов. Какую роль играют акселераторы? В первую очередь они помогают приобрести предпринимателям политическое мышление и дать им инструменты оценки и фильтрации бизнес-идей, для того, чтобы в сухом остатке предприниматель, пройдя интенсивную программу акселерации, на выходе получил тот продукт, который действительно нужен рынку, и таким образом мог построить развивающийся масштабируемый продукт на весь мир. В основе вот этого передачи знаний акселератора находится программа акселерации, которая имеет свою специфику в отношении технологических продуктов, отвердных продуктов, потому что если сравнивать с великим множеством акселераторов, которые есть в мире, и с акселерационными программами, надо понимать, что акселераторы технологических продуктов в силу специфики стартапов работают больше. Срок акселерационной программы порой занимает значительно больше времени, если бы это в сравнении с какими-то софтверными продуктами, с какими-то отдельными индустриями, как, например, в Интернексе. Здесь цикл разработки, цикл R&D больше, риски капитальных вложений и затрат выше, и поэтому работа с такими стартапами, она всегда ювелирная и, скажем так, требует большего количества ресурсов. Важная функция или важная поддержка, которая встречается среди, ну, которая нужна для предпринимателей, это проблема, с которой они сталкиваются, это ситуация, когда стартапы в начале своего пути попадают в долину смерти, так называемую. Это самая сложная ситуация, для которой возможно столкнуться фаундер. Ситуация заключается в том, что фаундер инвестировал все свои ресурсы, инвестировал время, все затраты в продукт, продукт запущен на рынок, но он по каким-то причинам не генерирует библии, не работает так, как бы хотел этого предпринимателя. И здесь уже задача консимератора помочь стартапу пройти вот эту долину смерти, помочь ему найти первых ранних последователей, первых платящих клиентов и настроить устойчивую бизнес-модель. Ключевые процессы, которые происходят в программе акселерации, их можно постараться верхним уровнем описать, чтобы стартапы понимали, что они ждут и что им в первую очередь понадобится. В первую очередь, любая программа акселерации, как правило, ее там срок от года до двух, как правило, в программе акселерации есть активный период, это год и есть послеакселерационная поддержка, еще может быть продлена до года. Так вот, все эти процессы, в первую очередь, начинаются с привлечения и проверки команд. Соответственно, у акселератора есть критерии, он должен понимать, какие команды он берет на входе и команда, которая идет в акселератор, должна сама себе ответить на вопрос, что она ожидает от такой акселерации, потому что часто выявляется заблуждение, что попытка попасть в акселератор, выпадание в акселератор делает жизнь фаундера легче. Это не так, она делает жизнь фаундера значительно сложнее, поэтому акселератор, скорее будет вырождать, трекеры, акселераторы будут вырождать скорее больше вопросов от фаундера, чем давать ему ответов, и это надо понимать. Поэтому все начинается с привлечения команд, подбора пула, адвайзеров, экспертов и менторов под отдельную команду стартапа, потому что каждый продукт векален в своем роде, универсальных генералистов, специалистов на рынке нет, и под каждую индустрию, под каждую технологию нужно стараться подбирать пул экспертов, которые максимально помогут быстрее развить этому стартапу. И львиная доля ресурсов акселератора и его программы акселерации направлены на то, чтобы найти правильных экспертов, которые могут помочь этому стартапу. Собственно, ключевой процесс, про который сегодня уже несколько раз у нас это обучение команд, это программа акселерации, и на самом деле она более или менее стандартна во всем мире. Я могу только сказать про какие-то принципиальные, фундаментальные отличия или подходы, которые, например, мы стараемся развивать у себя, потому что, по нашему мнению, это необходимо, ну, жизненно необходимо для технологических проектов, можно сказать, что вся программа акселерации делится на два блоков. Это техническая или технологическая поддержка команд и бизнес-поддержка команд. То, что касается бизнес-поддержки команд, это более или менее стандартные фреймворки, это стандартные инструменты, ну, так называемый гигиенический минимум для того, чтобы стартап мог развивать свой продукт, ну, скажем так, в рамках правильной науки менеджмента. Включая работу с бизнес-моделью, с ценностным предложением, с картой развития продукта и вывода его на рынок. Ну, это сегодня уже про это частично вопросы затрагивались, я и рассказывал. Второй элемент поддержки – это технологическая поддержка. В частности, у нас в Риджу есть возможность помогать команда в том случае, если, например, они сталкиваются с проблемой какого-то узкого горла в технологии, когда команда просит провести какой-то технологический аудит со стороны акселератора, помочь с… дать какую-то обратную связь от инженеров в части того, насколько там правильно и совершенно работает технология, возможно ли ее упростить, ну, заканчивая на самом деле там консультированием, касающимся уже того, как разворачивать производство, какие процессы надо при этом соблюдать и как организовать выпуск первой партии продукта на рынок. Это там, скажем так, у нас занимает значительную долю программы акселерации, по нашему мнению, это то, чего действительно не хватает командам, потому что то, что касается бизнесовой поддержки, ну, по большому счету, она у хороших акселераторов всегда примерно на одинаковый уровень. Дальнейшим элементом являются, собственно, сессии, когда стартапы работают с наставниками и консультантами. В процессе этой деятельности команда предоставляет еженедельные отчеты акселератору, акселератор контролирует прогресс команды, потому что от акселератора под каждую команду у нас добавляется специализм, называется трекер. Трекер это, по сути, внешний игрок в этой команде, он работает с мышлением фаундера, он, с одной стороны, отбладает навыками продуктового менеджмента и может помочь, лучше, там, подсказать, как лучше провалидировать гипотезу, так и его там, тестировать, с другой стороны, он каждый раз задает вопросы фаундеру на уровне того, зачем мы это делаем, какой ожидаемый результат, ты хочешь от этого получить, как это поможет тебе быстрее ввести продукт на рынок, и таким образом вырабатываются определенные навыки у предпринимателя, на смотренность, на критическое мышление и понимание того, что, поскольку ресурса очень мало, во что первое нужно свой ресурс инвестировать. Как правило, программа акселерации у нас заканчивается демонстрационным днем, демо-дэй, в ходе которого стартапы представляют пулу партнеров, инвесторов нашего акселератора свои проекты, получают от них обратную связь, и в лучшем случае, по правильным ожидаемым топом этой программы акселерации, является получение инвестиций. Но, поскольку я уже сказал о том, что программа акселерации технологических проектов достаточно продолжительная, но более продолжительная, если мы говорим в сравнении с какими-то софтверными решениями, то акселератор очень понимает необходимость показывать стартапам нужного коммерческого аттрекшена для инвесторов. Соответственно, помощь с первыми продажами, помощь с первыми лидами также укладывается в этот объем программ акселерации, который предоставляет поддержку стартапов. Сейчас на экране вы видите основные вехи, то, что должен достигнуть стартап, то, что он должен продемонстрировать в первую очередь самому себе. В ходе программы акселерации это рост клиентов, первые клиенты, аттрекшн, подтвержденная бизнес-модель, найденный объем рынка, на который он может претендовать в течение ближайших нескольких лет. Ну и подтвержденная сходимость экономики о том, что там, скажем так, метрики экономические продуктовые, которые есть, работают, соблюдаются, и это бизнес не убыточный, не просто прибыльный, а бизнес-модель подобрана таким образом, чтобы давать возможность стартапу масштабировать в ближайшие в краткие сроки свой технологический продукт. Это отличает стартап от любого другого технологического бизнеса, возможность решения масштабировать, смультиплицировать сразу на потенциально большое количество пользователей. На самом деле, надо понимать, что участие в программе акселерации – это вызов, в результате которого 8 из 10 фаундеров сталкиваются с ситуацией, когда они обнаруживают, что у них нет жизнеспособного бизнес-плана, у них нет того продукта, который нужен рынок. Акселератор учит в этой ситуации правильно реагировать на такие вещи и понимать, что это не конец для фаундера, это не проблема, это возможность для того, чтобы сделать быстрый пивот, то есть быстро поменять свою бизнес-модель, быстро нести изменения в функционал продукта, быстро протестировать новые сегменты пользователей для того, чтобы продукт заиграл. И на самом деле, как я уже сказал, что в 8 из 10 это так и происходит, и к этому надо правильно относиться. По поводу того, кого же мы ждем в акселераторе и с кем мы работаем, вот такие базовые критерии. Самое главное, что проекты должны быть из индустрии 4.0, это определяется тем, какая у нас есть инженерная экспертная компетенция, а также теми партнерами, с которыми мы работаем, которые могут дать максимальную ценность для стартапов. Рост рынка больше 10% в год, работающие MVP, потому что без MVP трудно помогать с коммерческим трекшеном. И самое главное, на самом деле, среди всех этих критериев, это люди. Людей, фаундеров, стартапов, отличает глобальность мышления, для них не существует границ, для них не существует ограничений каких-то территориальных, потому что они с первого дня понимают, что они делают продукт на мир. В конце своего выступления я хотел бы затронуть такой вопрос, который скрыт зачастую от посторонних глаз, это проблемы, с которыми сталкиваются акселераторы, как субъекты инновационной инфраструктуры, и почему и как надо стартапы поддерживать, почему это необходимо. Вот среди внутренних проблем, с которыми сталкиваются акселераторы, в первую очередь, самая главная проблема, это привлечение лучших талантов. Как со стороны стартапов, так и со стороны вот этого профессионального комьюнити. Проблема со стартапами, это проблема настройки воронки. То есть акселератор должен настроить таким образом свою воронку, чтобы постоянно получать доступ к лучшим командам, знакомиться с самыми сильными фаундерами и работать уже с ними. По этой причине мы несколько лет назад запустили инициативу, которая называется Hardware Ecosystem. Мы стараемся развивать это комьюнити инженеров, предпринимателей с техническим бэкграундом, которые хотели бы объединиться и, ну скажем так, как мы это называем, переопыляться между собой идеей, процессами, ресурсами. И только создавая экосистему, только создавая комьюнити заинтересованных небезразличных людей, можно настроить правильный воронку. Второй важный момент, вторая проблема, это привлечение устойчивого финансирования самих акселераторов. Это подразумевает собой наличие рыночного спроса на какие услуги со стороны самого бизнеса общества. То есть акселераторы могут возникнуть и быстро развиваться только в такой среде, где локальное, местное бизнес-сообщество понимает их ценность, понимает, зачем они нужны и четко понимает, зачем это им надо, в чем их будет актуальность для рынка. Соответственно, из этого рождается следующий момент, это наличие местных бизнесов, которые заинтересованы в работе, словом, игрока. С одной стороны, эти местные бизнесы должны быть открыты для того, чтобы тестировать и оценивать новые стартапы на рынке, давать им возможность встраиваться в свои бытовые цепочки, помогать, например, цифровизовать там какие-то свои, оцифровывать свои какие-то бизнес-процессы и тем самым давать пилотные зоны для этих стартапов, давая им первые пилотные площадки. Ну, а с другой стороны, это скаутинг командной технологии, часто большие корпорации, видя, что стартап работает в доменной области, которая является ключевой для самого корпората, может смело проинвестировать этот проект и сделать команду часть своей большой организационной структуры. С одной стороны, стартап получит ресурсы и цепочки, а корпорат получит, соответственно, уникальную технологию и сильного лидера. Следующая проблема – это наличие на площадке как минимум венчурных фондов и других инвесторов, которые заинтересованы в строительстве цепочек, сделать, потому что акселератор без фонда либо без какого-то другого инвестора при нем на самом деле не очень жизнеспособен, потому что акселератор должен помогать финансовым стартапам, давать им ресурсы на это. И если на рынке недостаточно венчурных фондов и других каких-то инструкциональных игроков, венчурных синдикаторов, сообществ бизнес-ангелов, то, конечно, ожидать, что будет много акселераторов не приходится, это надо понимать. Ну и основной, последний момент, на который бы хотелось обратить внимание, это то, как вообще измерять успех работы команд, которые в акселераторе, и самого акселератора. Что считать успешностью? То есть возможность привлечения финансирования самими командами, то, что команда, бизнес издают рабочие места, какая от этого пользу государству, если акселератор создается, и стартапы поддерживаются при, скажем так, инструменте государственной поддержки, то есть что государство ожидает от того, что будут расти такие стартапы. Вот. Соответственно, не всегда, например, открытие, регистрация юридического лица в новых компаниях является показателем того, что это какой-то измеримый успех. А на этом все. Постарался раскрыть специфику деятельности акселераторов, почему они необходимы, что ожидать командам от прохождения программы акселерации. Мы, естественно, ждем всегда новые команды, готовы вместе с ними погружаться в продукты и смотреть, как их улучшить. Ну, а также, зато, проблемы связаны с тем, как помочь акселератору работать выше, быстрее и сильнее. Буду рад ответить на ваши вопросы. Да, Леонид, большое спасибо за ваш доклад. Нам поступило много вопросов. Так. Неожиданно, да. Как долго длится программа акселерации? Первый вопрос. Давайте так. Есть программа акселерации, а есть постакселерационная поддержка. Вот эта интенсивная программа акселерации занимает до 6 месяцев. В зависимости от специфики продукта надо понимать, что фаунды должны иметь ресурсы желания не менее 6 месяцев работать фулл-тайм в рамках акселерационной программы для того, чтобы ожидать каких-то значимых результатов. Постакселерационная поддержка еще длится 2 года после программы акселерации. Спасибо. Следующий вопрос. Насколько крупные бизнесы, промышленные компании открыты для такого партнерства по вашей модели? Готовы ли делиться знаниями специалистов? Давайте говорить так. Где-то этот путь точно пройден уже давно, где-то этот путь надо пройти. В Беларуси этот путь еще стоит пройти. Правила и инструменты входа еще должны быть отработаны и донесены, но среди тех клиентов, тех партнеров, которые являются партнерами акселератора, которые готовы рассматривать проект, предоставлять им пилотные площадки, предоставлять им первичное финансирование. Мы говорим о том, что такие компании точно есть в Беларуси и количество их растет ежегодно. То есть да, мы можем говорить о том, что процесс пошел. Спасибо. И последний вопрос. Какая ответственность на стартапе после акселерации? Ну, смотрите. Это же венчурный рынок. Соответственно, когда конечной целью программы акселерации является финансирование, получение инвестиций на финансирование проекта, надо понимать, что это венчурный день. Соответственно, риск спалить эти инвестиции среди фондов, других инвесторов очень высок, и все об этом знают. Поэтому ожидать, что после инвестиций проект не взлетел и к фаундеру будут применены меры ответственности, конечно, не приходится. Но надо понимать, что есть процедуры, как стартапы могут получить инвестиции. Это процесс регистрации юридического лица, чаще в какой-то специфической юрисдикции. Это требования по освоению, порядку освоения инвестиций полученных. Это требования по организационной модели управления, когда инвесторы входят в члены правления этого юридического лица. Вот, скажем так, все вот эти корпоративные стандартные процедуры, естественно, стартапы должны соблюдаться и игнорировать, чего они не могут. Для этого и происходит due diligence со стороны инвестора, перед тем, как выдать инвестиции стартапу. И подписывается значительное количество документов, чтобы эта деятельность была организованной системой. Большое спасибо. Вам спасибо.